И он над всякой вещью мощен. Он один, аляхат, един, алюахит, и мощен над всем. Ничто для него не представляет трудности. Сотворить весну для него так же просто, как сотворить цветок. Сотворить рай для него так же легко, как сотворить весну. Неисчислимые создания, которые вновь и вновь, ежедневно, ежегодно, в каждом веке сотворяются им, на бесчисленном множестве языков свидетельствуют о его безграничном могуществе. Итак, эта фраза сообщает такую радостную весть. О человек, совершаемые тобой служение и поклонение не пройдут бесследно. Для тебя приготовлено место вознаграждения, край блаженства. Взамен этого бренного мира тебя ожидает вечный рай. Поверь обещанию могущественного Творца, которого ты познал и которому поклоняешься. Невозможно, чтобы он не сдержал обещания. Его могущество абсолютно лишено недостатков и не оставляет места бессилию. Подобно тому, как он сотворил твой небольшой сад, так же он может сотворить для тебя рай. И он его сотворил и обещал тебе. И коль уж он обещал, он непременно введет тебя туда. Мы явно видим, как он ежегодно с абсолютной мегармонией и упорядоченностью крайне быстро и легко оживляет более 300 тысяч видов растений и животных. И такой всемогущий Аль-Кадыр, Творец, разумеется, способен исполнить свое обещание. Поскольку абсолютно всемогущий Аль-Кадыр, Создатель, ежегодно сотворяет тысячи различных образцов великого воскрешения и рая. Поскольку, обещая вечное блаженство посредством всех своих небесных повелений, он возвещает нам радостную весть о рае. Поскольку вся его деятельность, все его деяния истинны и правдивы. Поскольку, согласно свидетельству его творений, все совершенство во Вселенной свидетельствует о его безграничном совершенстве, лишенном недостатков и изъянов. И поскольку нарушение обещания, ложь, обман являются одними из самых скверных недостатков и бароков, то, безусловно, этот всемогущий Аль-Кадыр, мудрый Аль-Хакин, совершенный Зуль-Кемаль, милосердный Ар-Рахим, Господь исполнит свое обещание и распахнет врата вечного блаженства, введя вас, о верующие люди, в рай, являющийся истинной Родиной вашего праотца Адама.